Во дворе дома 3 микрорайона Финский сегодня праздник. Радуются маленькие жители, радуются родители. Этой радости они добились сами, своей настойчивостью и активностью. Микрорайон новый, но далеко не во всех дворах детские игровые площадки соответствовали стандартам и количеству детей. В том числе и здесь. Совет дома захотел это изменить. Жители ко мне не раз обращались о том, что хотят построить площадку в финском дом 3. И когда было голосование на Доброделие, это был 2019 год. Мы вместе с жителями со всеми сплотились и всем микрорайонам помогли выиграть данную площадку на Доброделие. Площадка в 300 квадратных метров имеет и свою тематику – экологически чистый лес. Построена она в рамках губернаторской программы формирования комфортной городской среды. Курировал работы глава округа Андрей Булгаков. Органы местного самоуправления инициируют включение объектов в программу. Но в крупных микрорайонах жители сами могут брать эту инициативу в свои руки, приняв участие в голосовании на портале Добродел. И победить, что в данном случае и произошло. Участвовали не только лишь вот этот дом номер 3, но участвовали еще ближайшие дома. То есть весь микрорайон участвовал в голосовании. Еще я попросил некоторых жителей с микрорайона Богородского, потому что они тоже сюда ходят со своими детьми. Мы как бы дружим между районами и тоже их попросил голосовать. Ну, в общем-то, всеми усилиями, общими усилиями мы смогли выиграть и занять первое место. В церемонии открытия площадки приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, замглавы администрации округа Анастасия Агеева, местный депутат Павел Жуков. По словам Владимира Шапкина, эта губернаторская программа – одна из самых популярных. В больших микрорайонах за участие серьезная конкуренция. А на территориях, где жителей не так много, а элементы комфортного проживания нужны ничуть не меньше, помогают администрация и депутаты. В этом году еще две площадки построят на сельских территориях – в деревнях Соколова и Каблукова. Мы стараемся по максимуму и с помощью голосования, и с помощью распределения от администрации совета депутатов те места, где не хватает такого удовольствия. Вот здесь площадка – это как раз пример активности жителей и местных депутатов голосования. Хочу огромное сказать спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за такую классную площадку в главе городского округа Щелкова Булгакова Андрея Алексеевича. Я надеюсь, это не последний такой проект замечательный. Стоит добавить, что игровая площадка в Финском стала вдвойне долгожданной. Реализацию проекта из-за пандемии перенесли с 2020 года на 2021. А обустроили площадку всего за месяц. И, как рассказали родители, едва был закончен монтаж, дети сразу отправились осваивать подарок. Площадка стала центром притяжения для всех окрестных дворов. Главное теперь, как сказали на церемонии открытия взрослые, чтобы дети ее берегли и не ломали. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.